на нуждано пустясь я скончу голову можно совершенно постороннему человеку задавать такие вопросы как задают здесь люди вообще без чувства так то воспитание ноль я не знаю наверное такие люди окружают при всем при этом они очень негативно относятся когда на их глупые вопросы отвечаешь некорректно они тут же начинают писать ой фу хамка хабалка как ты разговариваешь за собой они не замечают они считают что могут зайти к чужому человеку в прямой эфир наговорить дерьмища а ты не должен улыбаться нет милые мои вы не угадали ваше дерьмо я буду отлучать абсолютно так же я Юлечка, то есть красивая, настоящая, спасибо. Юль, не обращай внимания, помни, что ты прекрасна, всегда любуюсь тобой, женского счастья. Спасибо большое, и вам женского счастья. Юлька, привет из Одессы. Одессу обожаю, всегда про это говорю, с удовольствием. Приеду еще, только появятся возможности. Это не море шума, это бассейн, ребята. Сколько лететь? Господи, может, подвинуться. Девчая фамилия Кири и Венку. Я так очень хочу, конечно. Как может, женщины не хотят детей. Но просто все, не в свое время. Сейчас пока мое время не пришло. Мы с мордоподругей просто так сняли клип. Но мы до клипа общались. Вместе ходим, посещаем какие-то места. Летали на совместный отдых. Естественно, если человек не является для тебя близким, то вряд ли ты будешь такого большого количества времени с ним проводить. Я самая красивая. Спасибо. Мне нравится, как ты всегда держишь свой гордый женский взгляд. Офигенно, так и надо. Унечка, фигура супер. Спасибо. Большая манила. Юля самая красивая пишет. Это очень мило. Говорите мне это почаще. Говорят? А, ну да. Вот вы сейчас сказали, что море слышно. Я стала прислушиваться. Покчички. Слышно. Правда, море слышно. И птички, да. Тоже их слышно. Волос на рощу. Сколько времени у нас сейчас? Шесть минут. Шесть? Настя, кажется, часов шесть. Ты уже на север-шелах? Да, мы пара дней назад прилетели. Ну что, может быть? Ну, напиши. На заднем плане он не научил, который убирает. Хорошо. Не, погадать не желаю, спасибо большое. Тридцать два года мне написала на стиху. Ой, приехали мы надолго, даже пока не буду говорить нисколько. Юля. Юля, самое лучшее ведущая. Какие планы на сегодня? Ну, мы уже поработали. Поэтому сейчас поедем домой кушать. Делать кальян. Делать кальян. Процедуры для волос. Процедуры для волос. И красить волосы будем. Замуж не хочешь? Ну, нет такого хотеть или не хотеть выйти замуж. Это как-то мне кажется глупо. Когда ты любишь мужчину, ты автоматически видишь с ним семью, свое будущее, совместных детей. А быть с его женой, ну, это как бонус, как дополнение. Что вы семья, что вы не просто два молодых человека, которые встречаются. Но вот именно ставить цель выйти замуж. Я считаю, когда женщина видит себя только матерью и женой, ну, это печально. Потому что женщина не будет никогда интересна мужчине, если она не будет развиваться. Если она сядет, будет творить ему борщи, обычно такие мужики заводят любовниц, ну, и так далее, и тому подобное. Потому что всегда интересно общаться с личностью, а не с человеком, который, грубо говоря, у тебя там в прислуге находится. Я никого не осуждаю, это личный выбор каждого человека. Но мне быть при ком-то, ну, просто мне будет сложно. Это не в моем характере. Мне нужно работать, мне нужно зарабатывать, мне нужно быть самостоятельной. Я никогда не смогу прийти домой и сказать мужу, дай мне там. У меня самостоятельность, она важна. От Монбезира будут очаровательные детки. Кучерявый. Не реагируешь на мои комплименты, простите, я не видела. А тут надо изначально фильтр ставить или можно менять еще по ходу? Не правда, я работаю, но семья у меня на первом месте. Слышите, вот слышите звон, да не знаете, где он. Если бы вы уши по утрам ватной палочкой чистили, вы бы воспринимали бы мои слова адекватно. Я не говорю, что карьера и работа должны быть на первом месте. Я говорю, что растворяться в мужчине нельзя. Ну, женщина, вам привет. Глупое создание.